Ну да, ну, я думаю, что не обязательно только Россия, в целом же вот об этих, может быть, государственных и национальных идентичностях. Слушай, мне хочется все-таки контекст ввести, хотя бы немножко, какую-то общую рамку, что вот мы, это продолжающаяся серия наших разговоров о жизни, о том, с чем мы сейчас, она такая непрерывная, и мы с тобой, и она, с одной стороны, готовит какие-то наши совместные проекты, а с другой стороны, она сама по себе. Да, и тоже вот этот контекст важный, задача, что ты сейчас находишься в Словении, ты там живешь, да, теперь так вот, устойчиво. Уже давно. Да, давно и никуда не уезжаешь, как я понимаю, к сожалению, в ближайший год. Ну, не знаю, в ближайший год это будет. Сейчас планировать невозможно, потому что если появится... Возможно, все возможно, просто они меняются. Некоторым возможно, некоторые. Вот, я в данный момент нахожусь в Москве, вот, у меня еще на этой неделе и на следующей идут здесь занятия, тренинги и обучающая программа. Вот, на следующей неделе я улетаю в Турцию, там как раз та программа, которую мы изначально планировали проводить вместе, но в итоге я провожу другую программу отдельно, буду по тебе скучать, там. Ну, я здесь был. Да, по себе же. По нам. И, тем не менее, мы вот эту затею о том, что мы делаем вместе, то есть, поскольку пространство, которое мы создаем вместе, для меня ценно, и люди на него иногда откликаются, вот, то мы как раз... Мне интересно, один из треков, что ли, за которым я наблюдаю, это смена идентичности, которую мы наблюдаем в таком изменяющемся мире. То есть, если... Поскольку нельзя оторвать человека от мира, а мир от человека, мир существует, в котором мы живем, именно как человеческий мир, в первую очередь, то вот этот слом мира, он неизбежно меняет внутреннюю картину, внутреннее представление о себе на многих уровнях. И вот мы тоже уже об этом там смотрели, беседовали, и этот процесс, у которого есть очень много сторон, и вот хочется на него также посмотреть. Скажи немножко про свой контекст, и с какой стороны ты смотришь сейчас на эту сторону. Ну, вот, и знаешь, я только что буквально закончил разговор вот на этих утренних встречах, вот, которые у меня каждое утро продолжающиеся на протяжении всей войны вот эти встречи с людьми, и там у нас есть и украинцы, есть и россияне, есть люди, живущие, в общем-то, везде, разных, опять же, национальностей, разных идентичностей, и живущие в разных странах. Собственно, выходцы, ну, то, что мы можем назвать Советский Союз, когда-то, да, но теперь живущие где угодно, в общем-то. Ну, то есть, единственное, что нас объединяет, это фактически русский язык, и это, кстати, еще одна тема тоже, да, языковая, как мы сейчас с ней обходимся, потому что тут война тоже прошла по этому фронту. Ну, так вот, и вот мы сейчас разговаривали, и у нас есть, ну, одна из наших постоянных участниц, она живет в Днепре, в Днепропетровске, и, ну, и их регулярно бомбят, ну, там ракеты прилетают. Вот вчера, говорит, что было там пять, ну, все, слава богу, сбили, вот, ну, и вот, и она просто, ну, как бы рассказывает о своем этом опыте, рассказывая при этом, ну, а как она это переживала. То есть, она это говорила в контексте того, что ей там практика, вот, про та практика, которой мы занимаемся, она помогает. Она как-то стала более устойчивой, ребенку помогать в этом же, да, что вот, как бы, да, это происходит, но у нее, как бы, другое отношение к этому, чем было прежде, там, не такое стресс, и как бы она проходит через это спокойнее. Ну, это был просто контекст как раз того, что она это предъявляла в контекст того, что ей практика помогает. Но то, о чем мы потом говорили дальше, то что вот мы-то все, находясь сильно кто где, кто в России там сидит, где-то причем там в Сибири, может быть, какие-то тысячи километров до этого места. Я в Европе, да, там кто-то еще где-то, где-то в разных местах. Мы как бы не можем разделить этот опыт в точности, ну как бы не можем просто влезть в Настю на шкуру, ну вот как бы пережить с ней этот опыт. И тут возникает вот этот вот спектр или гамма чувств, что как бы насколько я вообще чего-то имею право здесь, чего не имею право, что я вообще даже имею право чувствовать или не чувствовать, или как себя вести, что говорить, а что не говорить. То есть прям такой вот он рисует этот спектр. вот, и то, что о чем я вот, ну собственно на протяжении всей войны как-то размышляю и, потому что и размышляю, и разговариваю с людьми об этом. Об этой вот одновременности, с одной стороны просто невозможности влезть в чужую шкуру, невозможности пережить другой опыт человеческий, другого человека. Ну потому, и не только потому, что мы находимся в разной там жизненной ситуации. Вот, конечно, там вот мир у нас, ну как бы мы не можем себя отделить от мира. Вот там Настя не может себя отделить от этих бомбежек этого города. Я не могу отделить себя от того города, где я сейчас живу. Вот здесь совершенно другая атмосфера. Но дело не только в этой вот среде, так сказать. Вот окажись я там сейчас рядом, значит, с Настей, в том же городе, в ее квартире там, да. Это вот тоже все равно будет мало. Потому что даже находясь в одной и той же ситуации, мы будем по-разному переживать этот опыт. По многому по-разному. То есть, по сути, чтобы мне оказаться в ее шкуре, мне действительно надо оказаться в ее шкуре. Мне нужно быть в ее теле, в ее сознании. Мне нужно прожить ее жизнь просто вот. Вот от начала до конца ее жизнь прожить, чтобы стать ей. Вот это стать ей, занять ее эту идентичность и переживать жизнь так, как она. И у меня нет никакой этой возможности. И это с одной стороны. А с другой стороны, ну, у меня же есть, ну, там, естественно, эмпатические склонности. Я со-переживаю с другим человеком. И вот то, что где мы сейчас находимся, я имею в виду, мы как человечество. Мне кажется, мы находимся в какой-то уникальной вообще истории, уникальной ситуации исторически. Вот эти все зумы, вот эти все инструменты, которые нас просто сближают. Вот когда мы, находясь за тысячи километров, вот так с тобой сидим сейчас и тут разговариваем. И типа я вот как будто могу так руку протянуть и тебя там потрогать. Как будто. Не могу. Пока. Но кажется. Кажется, что могу. И вот получается, что тут, с одной стороны, это создает какую-то большую трудность, но с другой стороны, как мне кажется, он дает возможность как раз развития. В том смысле, что умещение какого-то себя, более себя и вообще жизни, размещение жизни в себе в более широких контекстах. Потому что, что мне тут кажется, что вот раньше, живя там в каких-то своих, не знаю, племенах, вот мы живя на одной близкой территории, мы впадали, как мне кажется, впадали, ну как бы у нас появлялся больший такой вот, больший соблазн впасть в такую вот иллюзию, что мы проживаем одну и ту же жизнь, очень похожую, очень близкую. Потому что мы просто разделяем одну и ту же среду, одну и ту же жизнь. У нас образ жизни близкий, похожий, один как бы на всех. Место мы разделяем одно и то же. И поэтому нам кажется, как бы тут очень легко перенести на другого свое понимание, свое переживание. И если человек там по-другому себя как-то чувствует и по-другому себя ведет и говорит что-то другое, как ты вообще можешь так? Ведь ты же должен чувствовать так же, как я. То есть как бы там больше вот этот вот соблазн в это впасть, в эту иллюзию. А здесь вот этот инструмент, вот эти все эти зумы наши нынешние, они именно дают возможность, возможность увидеть эту разницу, увидеть вот эту, они дают возможность увидеть невозможность разделения на сто процентов другого опыта. И тогда они дают также возможность как бы ну такого принятия другого с его жизнью, с его ситуацией и с его выборами, которые он делает в связи со своей там этой ситуацией жизненной, обусловленностью своей, свою. Просто почему-то он делает этот выбор, не потому что он идиот, а потому что вот так вот из тех мест внутренних он делает этот выбор, потому что вот он другого просто или не может, или не знает, или просто решил так вот и все. А я по-другому. И вот это соотнесение, вот тогда вот мы можем, например, использовать там, например, вот эти вот зумы и прочее, в том числе для этого, для того, чтобы увидеть всю разницу нашу и в то же время вот действительно, опять же, буквально уместить это в одном пространстве, одной встречи. И на этом чем вот научиться, потому что здесь вот опять, что я вот вижу, что мы сейчас тоже это обсуждаю, то что есть тоже какие-то на каждом этапе вот этого такого размышления у меня, там я вижу какие-то новые ловушки. То есть первая ловушка, ну вот что, окей, я могу себя как бы объединять с другим, не в виде разницы, что, а что, у нас один и тот же опыт. Это вот одна ловушка, да. Но вторая ловушка, когда я наоборот ухожу в другую противоположность и говорю, нет, я с другим никак вообще опыт не могу разделить на совершенно разные жизни. И тогда что? Ну, либо тут, значит, какая-то вот сепарация такая совсем, что мы не можем встретиться, потому что мы как бы в каких-то своих, каждой из своих каких-то этих пузырях живем. Либо тут такое, как вот это вот всеобщее принятие. Тут тогда легко, в общем, соскользнуть в какой-то моральный релятивизм такой этический, да, какой-то цинизм, да. А никто здесь не прав и не виноват. То есть вот тогда этика, не очень понятно, из чего она возникает, потому что она, этика, все-таки возникает из-за оценок определенных, да, вот правильного или неправильного. И вот это, тут вся сложность этого как бы выходит на поверхность, да, вот, вот, что мы с этим делаем. И почему я сейчас об этом говорю? Ну, во-первых, просто потому что ты вот как бы продолжаешь. Свежее, свежее. Да, еще. Вот ты просто спросил, в каком контексте я сейчас. Но для меня это как раз об этом, да, что вот есть жизненная история, жизненная ситуация. Есть как бы наша общая, вот мы называем тут, вот война, вот кризис международный, то есть, ну, мировой кризис в целом. Опять, если мы там посмотрим, как разные там участки этого мира переживают, по-разному переживают. Вот Словения по одному переживает, Россия по-другому, Украина третьим образом, все по-разному, да. Но мы можем сказать, окей, есть общая ситуация. Соответственно, дальше мы смотрим на это и как я с этим, и как я с другими, как я с собой, как я с общим, как я с собой и как я с конкретным, может быть, людьми еще. Вся эта сложность, вот она вот так вот прямо предъявляется нам. И получается, что надо с этим как-то внутренне разбираться, ну, если понятно, что если мы, для нас это ценность вообще как-то разбираться. Разбираться. Смотри, ну, вот то, что ты говоришь, есть, я бы две вещи выделил. То есть, одна, это вот то, что ты говоришь, это уровень какой-то непосредственной реакции. Вот как я реагирую, в первую очередь, эмоционально. Эмоционально размещаю себя вот в этом общем пространстве, значит, размещаю себя в пространстве переживания на это. И да, я вот слышу вот этот внутренний, когда ты рассказываешь эту историю, я слышу вот этот, я смотрю на небо и там, где, у меня тут прилетит ракета или нет? Хотя в Москве откуда-то здесь ракета. Вот. Соответственно, есть вот этот импульс присоединиться, да, к которому ты говорил, я его чувствую, да, чтобы быть человеком как-то вот в этой ситуации, где ему трудно. Это, с одной стороны, какое-то профессиональное искажение, но, с другой стороны, это как-то личностная направленность. Вот. Но при этом, для меня это уровень реакции непосредственного переживания в моменте, который определяется моей в целом позицией. И здесь есть такой момент, вот дальше уже про позицию, то, что ты говоришь, что вот мы выбираем и так далее. Мне удобнее всегда смотреть на это, как на такую динамическую историю. Вот здесь концепция дистанции. что у нас есть от слияния до полной чуждости. И в этом нету границ. Проксемика то, что я называю. Да, 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 да. От слияния до полной чуждости. Я тебя воспринимаю полностью как что-то чужое, с которым у меня нет никакого резонанса. Либо мы почти, вот ощущение, что мы слились, да, хотя вот это ощущение. И вот здесь, когда мы, то, что мы можем найти, мне кажется, что важно находить. Мне в последние дни, когда я сейчас веду такой курс Dance of Resilience, и когда я смотрю на разные источники, как люди в разных странах, в разных местах работают через эту же концепцию резилиенс, что они утверждают. Мне почему-то зацепилось вот это, в контексте нашего разговора, слово солидарность. То есть, вот нам нужно не слияние, нам нужна некая солидарность, то есть некая точно общая почва, плотная общая почва, на которой мы стоим. И этого достаточно. Мы не можем слиться, но мы можем резонировать вот через вот эту вот почву. Вот. И, собственно говоря, до этого ты говорил, что роль этой почвы играла как раз вот это место, где я живу. почему у меня все-таки лингвистический ум такой, и он вот эта солидарность, он с соул, с почвой. Солид, солид. Да, да, да. Твердость. Да, твердость. То есть, он вот туда вот это рассматривает не как концепцию, а как вот такое, как больше этимологию. Вот. И, соответственно, вот это вот нахождение общей почвы, ну, сейчас несколько, то есть, как будто вот есть представление, что есть некая почва, которая дана нам от рождения. Да, то есть, вот мы родились в этом месте. Но понятно, что в современном мире это всего лишь одна из граней. Ну, то есть, как-то масса людей меняют страны, города, там, и так далее. И от этих людей все больше и больше это значимо, да, и вот мы такие примеры, потому что вот что, что ты там переехал давно, а я вот как-то вот в такой достаточно осознанной позиции между стране, между странник. Вот. И вот вот это один момент. Второй момент, то есть, тоже, за чем я смотрю, как в контексте этого всего, как раз вот этой общей почвы, и которая одновременно, если она не общая, она нас разделяет, то у нас как-то с одной стороны смешиваются вот эти вот три понятия, которые человек внутренне разделяет некоторые, а у некоторых они слипаются, что у нас есть непосредственно. Вот это почва, непосредственно место, где я живу. У нас есть люди, то есть, мы определяемся людьми, да, то есть, те связи социальные, человеческие, которые нас определяют. И у нас есть некая вот система, которая в этом всем существует, система регуляции, назовем ее условное государство, да, вот. И, соответственно, вот это вот у нас как бы вот все присутствует в одном месте, если мы живем в одном месте, вот оно все вместе. Я могу внутренне отделить это, хотя при этом вот здесь тоже для меня сложность есть в том, что это одновременно существует вот нераздельно. Я не могу отделить Россию от страны со всеми этими процентами, которые есть, и от государства, которое здесь есть, и оно соответствует вот тому, что здесь есть. и как бы мне было там невыносимо это переживать, чтобы вот, как вот это согласить, но я смотрю на это, да, я смотрю на это. И когда ты смотришь, то ты что там, дальше ты что делаешь после смотрения? Ну, понятно, что там моя-то история про то, что немножко, ну, как бы, трансцендирую, то есть вы видите за пределы и смотрите немножко со стороны, вот, но вот это сейчас. Здесь есть, опять-таки, несколько уровней, да, то есть есть стратегия обращения там с государством, да, то есть вот это одна вещь, да, что вот как бы как государство России преступник, да, вот у меня есть четкий ярлык, оценка, это преступление, все, точка. Дальше уже там, вот все остальное исходит из этого, из этой оценки. Война с Украиной это преступление, все, преступление государство. Вот. И вот люди, которые здесь живут, они каким-то образом задействуют. Вот ты называешь это преступлением и дальше это что? Ну, вот для тебя это определенное отношение этого твоего. Да, да, да. И оно ведет там к всему. Ну, как, что относиться к нему как к преступнику, если он там угрожает, то значит нужно спасаться, вот, как бы, а так вообще нужно сделать так, чтобы этот преступник был нейтрализован. Это совместная усилия. Вот. Именно как преступник. Соответственно, это на одном уровне. с другой стороны, с другой стороны, тоже мой такой внутренний трек, он был еще про то, что, как, наверное, самое острое такое переживание, тоже такое почти невыносимое, что все, ну, я не могу с этим, то есть я имею к этому общее, я не могу иметь с этим общее, то есть я хочу как-то вот выдрать себя отсюда. Я думаю, что это многие люди это переживали, да, и испытывали. Вот. И этот, эта штука прошла несколько этапов, что вот прям там в мае прям так вот чувствую, ну, через метафор, да, что я вытаскиваю вот эти корни отсюда, достаю вот все, и потом, да, вот уже если не корни, то кто я? То я вот тот самый корабль, вот, не военный и уже не совсем русский, вот, и который вот как-то вот уплывает отсюда. И сейчас я последний, то есть я только что из Израиля, и там несколько наших друзей переехало, близких, которых ты знаешь тоже. Вот, и мы там много общались как-то, потому что прямо это вот такое, такая история, что нужно общаться вот не только с новыми, но и со старыми друзьями, чтобы вот сохранить вот эту социальную ткань, потому что прямо само присутствие социальной ткани, за счет того, что мы там гуляем, празднуем новоселье, еще что-то, да, то есть как бы там просто пребываем вместе, вот эта социальная ткань восстанавливается. Ну, не просто пребываем вместе, пребываем вместе в этом доброжелательном интересе друг к другу, да, то есть в таком дружеском контексте. эта социальная ткань, она восстанавливается, прямо чай, что да, вот мне нужно с ними общаться, чтобы как-то это как-то помогает, вот это питать, да, то есть сопереживать, да, вот, то есть вот, но при этом я как-то вот у себя понимаю, что я, то есть для меня вот есть эта концепция расширения, то есть у меня есть эта возможность, что я на самом деле не связываю себя с одной только страной, да, как минимум с тремя, как минимум с тремя, причем это и физически тоже, да, то есть я путешествую между ними, не считающими этих поездок в другие страны, вот, то есть между соответственно Россией, Израилем и Португалией, где часть моей семьи живет, вот, и то есть я себя ощущаю вот этот корабль, который вот он даже вот не то, что он куда-то возвращается в родной порт, а он как-то вот приходит там, останавливается, потом плывет дальше, то есть вот я себя сейчас таким кораблем, который перемещается между разными большими портами, я ощущаю, и вроде вот как вот эта метафора меня успокоила на время, когда я помню, что фу, вот этот вот корабль, который там остановился, может надолго остановиться, но в принципе готов и там дальше побыть, вот, но там была еще одна очень интересная вещь внутри этого, тоже вот этим летом, внутри этой метафоры, что вот этот корабль, когда я чувствую, что он отплывает от России, я оборачиваюсь, смотрю, там стоят люди на берегу, машут по точкам, потому что здесь же тоже очень много связей, вот как с ними быть, и мой интерес сейчас как раз посмотреть, а вот что происходит, что это за процессы такие, которые происходят у людей, которые уезжают и решают, что мне нужно выбрать другую дистанцию по отношению конкретно к России, вот, и с теми людьми, которые остаются, что это такое у них, что это за выборы, помимо прагматики, ну у кого-то там родители, там ресурсов нехватка, чтобы уехать, кто-то там чувствует особую связь именно с местом, именно с местом, вот этим вот, что есть очень конкретная связь, мы с тобой обсуждали, что у нас нету такого, что вот связи с местом, где родился, да, то есть, что мы эти безродные космополиты, вот, наша родина, космос, извините. Ну да, я вот, для меня это, кстати, вот всегда было очень странно, буквально с самого детства, как это ни странно, как это ни странно, что вот, будучи советским ребенком, родившимся в маленьком городке, ну, по сути, вот этот маленький городок, я ничего не видел другого, и почему я по-другому себя чувствую, переживаю, но у меня всегда это был вопрос, а почему я должен, как бы, должен как-то, не знаю, вот чувствовать принадлежность, именно вот эту связь вот с каким-то небольшим кусочком земли, ну, там, будь городом, страной, ну, а почему хотя бы не с планетой-то, вот это что, это планета, это что, я не на планету опираюсь каждое мгновение, что ли, вот, ногами, я на СССР опираюсь ногами, на ШТИ, и, ну, как бы, рационально у меня там точно, причем у меня этот вопрос возникал, и он, я понимаю, почему он не возникает у многих людей, которые вот привязаны вот как-то к родине, потому что у них, это естественное переживание, это чувство, вот эта принадлежность именно этому, и, а если этого чувства нет, вот тут у меня вопрос, а почему же у меня его нет, интересно, тоже вот, как вот так получилось-то, и тогда у меня возникает эта рационализация, в этом, ну, как бы рациональный вопрос, а с какой статьей вообще должно быть, вот, и здесь, ну, возвращаясь к нашим, к теме идентичности и какого-то своего вот этого опыта, но мне кажется, это очень важно, как раз вот, ну, собственно, чем мы занимаемся там, всю жизнь более-менее, и что мы предлагаем другим людям там, исследованием себя, собственно, да, вот, а как я, каково мое устройство вообще, как я устроен в целом, вот я, вся эта личность там, вся эта духовность, вся эта моя, все это, что я называю собой, вот мое-то устройство, какое здесь, то есть, и, ну, и как вот через вот это исследование, я думаю, тут есть возможность и какого-то признания просто, ну, что вот я, я такой, и мне совершенно не обязательно становиться другим, ну, как бы стремиться это, но может быть, если я хочу, что в этом, то, что как я переживаю себя, я могу в том числе и себя и менять тоже, ну, в какую-то сторону, которую я считаю, имеет смысл менять там, саму, например, какой-то, вот, и тут вот как раз-таки, ну, я, опять вот в связи с этой войной же, все, какие-то многие смыслы, они действительно становятся более таким, какими-то выпуклыми, что ли, они проявляются сильнее, и вот как раз вот это, ну, вот многие наши с тобой разговоры, они про это, разговоры, которые там без записи тоже происходят, что вот мы обнаруживаем, что кто-то из наших там, друзей, знакомых, клиентов там, из нашего круга какого-то, что они вот действительно, как бы, как будто они оседлые, вот в них это, как будто встроено само переживание, вот эта связь с землей как раз, вот я здесь, это моя земля, они куда-то отсюда не уйдут, а кто-то по каким-то причинам, опять же, неведомо, ну, потому что вот у меня нет рациональных причин быть вот этим кочевником, почему я таким случился, потому что вся моя семья, если уж говорить про какие-то, что мы могли бы объяснять, ну, вот там, вот семейные обусловления, генетические факторы, генетические и воспитывающие, похоже, что нет, да, вот как бы, вот вся моя семья, они оседлые, они прям вот как сели, сидят, а я вот такой, этот, неприкаянный, типа там, значит, как-то непривязанный и без корней, но мне в этом нормально, мои корни в этом, и тогда я действительно чувствую себя, вот знаешь, у меня тут, я тут сейчас медитирую каждый вечер, и с открытым балконом, а тут у нас, вот с осенью начались эти цикады, такие вот тени цикад, и они включаются так, вот где-то часиков, 3-4 дня, и там часов до 11 продолжают, и как раз у меня пик, то есть их какая-то ария, самая такая вот, она случается на период моей медитации, вот я сижу, и у меня буквально, это как-то повторяющийся такой опыт, я как будто погружу, это какое-то вот такое море вот этого цикадного звучания, и у меня такое впечатление, что это как бы вся вселенная звучит у меня, вот что звезды цикады эти, и это сопровождается, что я здесь дома, вот в этом во всем дома, такое очень искреннее переживание. Я хорошо понимаю, вчера как раз на занятии, мы завершали этот тим, там была принесена такая идея, что мы там много работаем с ощущением опоры, почвы, такой прям корней проращивания, потому что вот это внутренние образы, которые помогают возвращению вот этого чувства устойчивости, то есть мы с этим работаем больше, вот что вот на телесном уровне, а там если соматически к этому обращаться, там большие хорошие процессы, и одна из участниц приносит такой, как бы из собственного опыта, такое, что я как-то вот понимаю, что я опираюсь-то не только на Землю, я вообще как бы вот, значит, что это больше, чем Земля опираюсь. Говорю, отлично, давайте мы продолжим, но будем опираться на наш рукав Млечного Пути. Можешь на небо опираться, на Земля, она же в небе, вся Земля, она в небе. Ну, это о том, что вот это ощущение, что я вот здесь поселяюсь, это конкретное еще переживание, вот эта внутренняя работа, в том числе эти влесная, она помогает это решать на уровне, как бы помимо вот этого социального, да, какой у меня паспорт, где я плачу налоги, где я зарабатываю, что есть другой совершенно уровень за пределами этого, который, тем не менее, может помогать все эти вопросы решать. Ну, и, кстати, про социальное, вот я начал с того, что мы живем в уникальный исторический период, и в том числе вот за счет технологий у нас появляются какие-то новые возможности для внутреннего, ну, назовем это развитие, да, или каких-то внутренних изменений, достаточно сильных, в общем-то, радикальных, может быть. Ну, вот это вот на социальном уровне, когда мы тоже как бы выходим в эту одновременность, вот я тут, значит, встречаюсь, вот тут у меня, ну, у меня тут подруга, вот тут мои соседи славянские, там вот то все происходит, вот я в городе Любляно живу, вот я на этом уровне социальном общаюсь с людьми. Ну, одновременно, ну, там, и регулярно, каждый день выходя в эфир, там, каждое утро встречаюсь с людьми, где это какая-то сеть накинутая поверх на это, или как-то там, не знаю, вот так, перпендикулярно этому, где мы встречаемся, и тоже очень близко встречаюсь, я там гораздо ближе, там, сейчас с тобой встречаюсь, чем там, может быть, с соседкой, которая у меня тут рядом на балконе цветы поливает, и ей там ручка помахала с тобой, я обсуждаю какие-то глубокие темы. И как бы, и вот эта одновременность этого, и она усложняет, понятно, жизнь, а как теперь вот с этим мне, а как, ну, вот так, но при этом она дает эти возможности как раз, возможности, вот как ты сказал, прорастать и укореняться, в том числе в очень разных областях жизни, встречаться вот эти, и это же про идентичности, про ее какую-то вместимость этих идентичностей, что я не только это, а я еще и это, и это, и это, и это. Ну да, вот мне нравится эта идея, что мы сейчас имеем дело не просто со сложностью, а с многосложностью, то есть там вложенные сложности, в том числе себя нужно воспринимать не как что-то там такое очень конкретное, а как что-то многосложное, то есть и в том числе динамическом аспекте, да, то есть что это процесс, который меняется во времени, вот, и вот этот острый кризис, они как-то вот эти изменения, они их подталчивают, то есть это может быть как слом, то есть для некоторых людей это прямо вот какая-то невосполненная, может быть, рана, которая на каком-то уровне не может быть восполнена, да, то есть травма, вот, а для некоторых людей это прямо вот какое-то сдвижение в сторону того, чтобы справляться, с большей сложностью мира. Воспринимать ее как бы, что внутри этой трагичности видеть вот эти чудеса человеческого гения параллельно или прямо рождающиеся прямо оттуда. И вот что у меня хватало на это. Ну да, здесь вот здесь, конечно, получается, что мы можем видеть разные стратегии, но и если там разделить очень условно на две основные, это вот одна стратегия к расширению и стремлению, ну как бы через это расширение быть как-то с этой сложностью и расширяться, и укореняться в этом, в этом распределении себя, в том числе в многообразности каком-то. А другая, когда это настолько сильно пугает как-то, опять же, в силу каких-то причин, ну, скорее всего, то, что мы можем назвать травматическими, условно, да, что человек тогда начинает, наоборот, закрываться, это как, ну, как спрятаться в шкаф, то есть ребенок там просто спрятался, вот кажется ему, что ему там будет безопасно, вот ни с кем не контактировать. И это, конечно, другая стратегия, и она, это может быть, ну, как мне кажется, временным таким копинг, то есть как бы, да, сейчас мне нужно от всех закрыться, от все-все позакрывать тут, но как долгосрочное, ну, потому что мир просто действительно, мир другого, он тебя будет выталкивать в это, и ты будешь все время сталкиваться с этой болью опять, с новой-новой. Поэтому, ну, и мне кажется, вот сейчас вот, ну, много про этих разговоров, что вот эта война стариков, да, так называют, да, но что действительно вот, что там Путин и вот это все, это Райка, Лейка, как бы это сильно, это люди, как бы, ну, они там как-то глубоко травмированы, то есть мы можем на них так посмотреть, да, что это никак не оправдывает преступление, но любой там какой-то этот монстр, преступник, у него где-то в глубине там какая-то травма, то есть вот эти люди, им настолько этот страшен наступающий новый мир, с его сложностями, с его новыми темами, с которыми они не могут, не умеют, не знают как, просто решили, мы вообще будем это останавливать нашими способами, 19 века, даже просто, даже не из 20 и, ну, это бесперспективно, но в смысле что, ну, либо они миру гробят в целом, там, в ядерном этом пепле, да, либо, ну, как бы, это, они не могут выиграть эту войну, выиграть так, чтобы они бы остались жить, и они бы какой-то старый свой мир вот продвигали бы, а новый бы мир не шел, не рождался бы, это невозможно, и на индивидуальном уровне, ну, как бы то же самое, если я пытаюсь остановить реальность, остановить наступление нового, вот эта новая жизнь, которая всегда более сложная, более, это, ну, бесперспективно, вот, то есть это может быть только как временное какое-то средство закрыться, но зная, что потом мне все равно придется туда идти. Да, то есть это в плане большой перспективы, да, просто понятно, что мы не понимаем, сколько это времени займет, и мы с тобой тоже уже люди, знаешь, не самые молодые, тоже уже нужно, да, не самые свежие, и поэтому меня так радует, когда у меня очень редко, но на занятиях появляются совсем вот эти двадцатилетние, они такие клевые, такие свежие, что-то вообще какое-то другое привносят. А что они привносят? Конечно. Знаешь, это, мне пока, я, да, я просто не могу, ну, у меня тоже очень мало, но вот бывает, вот, и мне какое-то сочетание, то есть, первое, они уже имеют дело со сложным миром, они уже с ними, они в нем родились, поэтому они здесь, вот, в сложном мире себя чувствуют гораздо более... Дома. Дома, дома, в сложном. И сохраняется при этом вот это вот такой, ну, какой-то вариант такой, ну, вот прямо свежести, а как открытости новому опыту еще дополнительно. Вот. Ну, понятно, что это выборка такая еще, но тем не менее... В смысле, что есть, да, кто смогли ко мне прийти, там действительно должно быть большое любопытство и достаточно большое. Вот. Вот этот момент. Вот. Но, мне знаешь, еще все-таки вот это место мы там зацепили чуть-чуть, вот эту идею, которую мы несколько раз обсуждали, что как будто вот есть действительно вот эти вот кочевники, которые как бы вот не привязаны к конкретному одному месту, топосу, да, вот конкретной почве, вот, а которые вот как-то привязаны скорее вот к самому перемещению. И у них есть, что вот сам процесс перемещения, это больше их идентичность, чем вот эта оседлость, да, то есть и вот эта вот оседлость, да, где есть вот это чувство связи с почвой, с землей, с местом и так далее. Вот. И тоже, как бы, это важно рассматривать не как два варианта, а как спектр. Да, то есть, как бы, что какой-то смесь или еще что человек может перемещаться в этом спектре, что в какой-то, у меня может быть много всего, ну, вот много связанного с вот конкретным местом, но при этом вот часть, которая жаждет нового и готова куда-то вовлечься, и тоже, ну, вот это как будет 80 на 20, условно говоря, процент. А у кого-то будет 20 на 80, да, как у меня есть, как я ощущаю, что 20, мне важно вот этого укоренения, узнавания, но на самом деле на 80 процентов этого не нужна вот перемещение, движение и не быть привязанным к одному месту. Вот. И это, ну, но это вот как в целом, если откидывает. То есть, можно прямо для себя это определять, и там, просто смотря на свою жизнь реально, на свою внешнюю и внутреннюю жизнь тоже можно вот это, вот это, вот это рассматривать, да, и понять, что какие-то жизненные события поддерживают движение либо в одну сторону, либо в другую сторону. Да, то есть, это не приговор, вот, это варианты развития, это варианты того, на что мы можем опираться. Мы можем опираться на себя, как на путешествия, можем опираться на себя, как на дом. Это просто разные формы опор. И то, и другое возможно. Да, может быть, улиткой. Ну, очень медленно, да. А на вершине фудзи там ветер, снег, дует, там и так далее. До полз, а теперь ползи обратно. Ну, вот, все-таки мы когда с тобой обсуждали, вот это первая какая-то тема, о которой ты, и ты, то, о чем ты сегодня уже сказал, ну, вот, когда у тебя был этот образ возник, когда ты, ты как, ты как корабль отплываешь, значит, а там тебе машут платочками с берега, и вот у тебя этот, собственно, возник, это какой-то вопрос и отношения, как им там, да, что, вот, как это оставаться, ну, причем там, где тебе, насколько, как-то все-таки, мы сейчас в основном говорим о тех людях, которые, которым там очень сложно оставаться. в первую очередь, да. Ну, да, ну, понятно, что здесь, ну, первое, что важно для меня сделать, поставить саму эту задачу, да, посмотреть, а кто это, кто, как это устроено, что этим человеком движет, да, что вот это вот, или этими людьми разными движет. я, ну, понятно, что мне интересны, в первую очередь, какие-то там просто человеческие истории, как, как у людей это устроено, и понятно, что вот там всегда все это многослойно, вот, но... тем не менее, то есть тоже важно понимать, что на самом деле, ну, большая часть людей живет в маленьком мире, в этом своем тоннеле реальности, в своей, в своем бабл, social bubble, да, если даже вот в каких-то более современных линиях научных терминов говорить. вот, кризис и война делают так, что вот эти баблы вдруг, оказывается, господи, мы же не только в баблах живем, да, мы же еще вот в этом рушащемся мире живем, как мы, мы не можем ни жить ни в каком-то вот этом бабле, ни в своем тоннеле реальности, он просто переформатируется, вот, и кто-то может обнаружить, вот, то есть, кто-то может обнаружить, что, о, нужно вот зацепиться вот за прежнюю картину мира, максимально, потому что иначе это невыносимо, и вот многие люди просто, вот, это тоже вот, я просто отмечаю, что для многих людей есть вот эта история сейчас, давайте мы туда не будем смотреть, ну, то есть, мы не можем не смотреть, ну, давайте не будем в основном, потому что это, и это понятно, что на это нужно много ресурсов, ситуация, которая не меняется, это ситуация, которого нет однозначного решения, и так далее, ну, вот, ну, вот, когда вот эта стратегия, улитки, да, страуса, вот, вот это вот, такой, давайте не будем смотреть, и это очень заметно, то есть, когда так появляется вдруг тема войны, мы опять оттуда выползли, вот, и вот, давайте спрячемся, да, то есть, вот, что-то внутри очень хочет спрятаться, и этот голос, который хочет спрятаться, его тоже важно уважать, конечно же, это вот какой-то там голос безопасности, иногда чрезмерный, иногда там за безопасность плата оказывается сильнее, чем за риск, но тем не менее, вот, это одна история. Другая история, что, ну, что вот, или другая сложность, что очень мало такой вот перспективы, то есть, если вот, как бы, все равно есть либо там, вот, куда мы движемся, либо вот это непосредственно, что у нас есть повторяющие моменты, что мир катится по каким-то вот этим рельсам, и вот это вот ощущение, что перспектива непонятно, ну, вот мы как-то проживем свою жизнь, что хочется опереться на то, что вот жизнь сама себя там организует. Да, она организует, но мне кажется, что очень важно отмечать вот эти моменты, а когда вот эта организация жизни, которая связана с местом, где я живу, с людьми, которые вокруг меня, с государством, которое вокруг меня, или там, который там рядом со мной, куда это меня заводит, потому что очень важно на это смотреть. Тоже в этом смысле я сейчас эту историю всем рассказываю. То есть, я сейчас сдал в типографию книжку, ну, в издательство, вот, и они, значит, а там модерацию она проходит, смотреть там, что есть там возрастные ограничения и так далее. И мне, значит, присылают, что, а вы знаете, у нас юристы сказали, что никаких упоминаний о войне России и Украины в наших изданиях быть не должно быть. Опс, цензурочка. У меня нет претензий к людям, они, как говорят, мы просто вот там не хотим последствий законодательных. Все. Вот, что кто-то, ну, при этом уже понимает, что книга, она протанется. Просто там есть социальные, поскольку там темы ценностей затрагивается, то там политический и социальный контент затрагивается, он ценностный. Вот, но чуть-чуть совсем. Вот. И вот этот вот момент, что, о, сразу же, здесь вот для меня звоночек, да, когда я там подруги сказал, звоночек, а для меня это напад. Как ты выбор делаешь? Ты делал, не сделал, какой выбор здесь? Ну, как всегда, движение во всех направлениях. Вот. Мы поправили, потому что это возможность людям соответствовать эту книгу. Но есть, естественно, нецензурированный вариант, который можно будет тоже приобрести. Просто в электронном виде. Бумажно его нельзя приобрести. То есть такое ограничение. То есть как-то создать возможность одновременно показать фигу цензуре. Это вот моя большую фигу этой цензуры. Потому что нет. Нет. Моя свобода важнее в вашей цензуре. Но при этом возможно, возможно, дипкость. Но при этом не отступать от того, что важно. То есть реализовывать то, что важно. И в этом смысле как раз мне становится яснее, зачем мне сюда возвращаться. Что если здесь пространство свободы будет сжиматься в России, то танец – это пространство свободы. На ценностном уровне это понимание. Вот ты сказал про это стремление сейчас многих, ну, россиян конкретно, отвернуться от войны и как-то не думать, увлечься естественным образом вовлечься в какую-то свою жизнь, там, либо бытовую, либо вот там еще какое-то там, ну, лето способствовало, значит, какому-то отдыху, развлечениям и так далее. Как-то и не смотреть в сторону войны совсем. Ну, и мы видим там по каким-то социологическим этим исследам сейчас эти данные там показывают, что действительно там сильно снижается там интерес, значит, ну, такой вот вообще к новостям про войну и так далее. Вот мы сейчас буквально опять же на сегодняшней встрече обсуждали, это еще одна наша участница из России, она уже, ну, просто туда на эти встречи приходят люди, для которых очень важно не отворачиваться от войны, быть с украинцами настолько, насколько мы можем быть своих, из своих жизней, своих миров, своих ситуаций смотреть. Вот, но она как раз живя сейчас в России и, ну, кстати, там в этой же вот такой соматическо-танцевальной тусовке общаясь, она все время себя вот как бы переопределяет, а как мне быть теперь с этими людьми, которые не хотят смотреть в сторону войны, не хотят это обсуждать, не хотят вообще, вот у них там своя жизнь, потому что если моя, ну, то есть она про себя говорит, если моя жизнь очень во многом сейчас определяется войной, чтобы как раз не забывать об этом, не забывать об этом, смотреть в это, быть с этим, то как мне как раз наценность нужно быть с этими людьми, которые как бы вообще никак с этим не хотят быть. Ну, она там, понятно, проходит через какой-то свой процесс, у нее нет никакого такого окончательного решения, но вот то, о чем она себя говорил, что, то есть если в начале у нее было просто ну, какая-то осуждение этих людей сразу, ну, такая какая-то позиция осуждения, да, что вы просто не правы и все, как бы, ну-ка, давайте поворачивайтесь к войне опять лицом. Но он начал думать, что вот это опять там какая-то действительно, это то, как люди вообще соотносятся с жизненными ситуациями. Действительно, почему-то у нас возникают эти разные, разные способы соотнесения. Ну, она называла это, как-то она сказала, что это разные операционные системы, вот так она, значит, такую компьютерную метафору привела туда. Ну, что вот, как бы, если ты уже так вот запрограммирован, то тебе, как бы, с этой программы сложно изнутри что-либо сделать. Ну, значит, ты будешь именно так и жить в соответствии с этой программой, оперировать миром таким вот образом. Ну, это опять же, это позволяет вот, как бы, увидеть вот эту вот невозможность, то есть, с чего я начинал, в общем-то, сегодня разговор наш, невозможность разделить тотальный опыт, понимая просто, что мы разные люди и, как бы, у нас действительно какие-то разные прошивки, там, разные операционные системы внутри, и тем не менее, вот все-таки находить этот, ну, вот ты сказал слово солидарность, которое мне очень как-то понравилось в этом контексте, вот это вот, окей, если мы, ну, как бы, если я признаю эту разницу меня и там другого, вот эту невозможность быть им никоим образом, то тогда действительно где и как я могу встречаться все-таки, могу ли, ну, вот ты сказал слово солидарность, у меня тут такая дзенская там метафора, близость со всеми вещами, ну, то есть это вот близость со всеми вещами, это какое-то такое обобщение грандиозное, это вот как я сидел посреди этой вселенной, цикадный, но в каждом конкретном ситуации, это близость с чем-то или с кем-то очень конкретным, и вот здесь вот это моя пароксемика дистанции размещения нас, то есть вот почему, например, люди, для которых важно не отворачиваться от войны, они приходят вот в это пространство там наших утренних встреч, как раз чтобы встретиться и побыть близко вот с той возможностью, которая у нас есть через этот зум друг с другом, вот как раз чтобы эта солидарность могла возникнуть, и в этом вот, в этом, ну, мы, они там, то есть, ну, они, я вместе с ними, как такой же, как они, как все мы вместе находим, ну, вот эту опору внутреннюю тоже, да, в этой солидарности, в этой встрече, встреча с другим, как с другим, и какое-то уважение там его опыта и своего опыта также, и, ну, как бы разделение этого, в том числе, ну, вот здесь очень важно, из чего это возникает, эта близость, ну, вот из какого-то способности открыть себя тоже, потому что один что-то говорит, я на это откликаюсь, и здесь важно, чем и как я откликаюсь, то, что если я тоже говорю как бы искренне, что, а что, я вот это как-то не понимаю, там, я это не могу прожить, но я это предъявляю, это свое, и тут мы как раз и встречаемся, получается, вот этой своей там разницами, разницами этими, и получается, что это нас объединяет каким-то парадоксальным образом. Ты знаешь, ну, вот еще одна из идей, которая, ну, последний год где-то, о том, что вот, что есть настолько много оттенков близости, что как будто для нее, для разных контекстов близости, нужны разные слова, что вот это близость со всеми вещами, как нити фоновая, общая направленность, да, мне очень нравится эта метафора, очень нравится вот сам этот термин, может быть. Как оно сказано, как оно сформулировано. Да, 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 вот, но при этом, ну, вот какая-то вот дружеская близость, это одно, а некая солидарность с людьми, с которыми я разделяю какую-то почву, это другое, ну, вот какую-то ценностную почву, это немножко другой оттенок, другой вкус. Вот прямо ценить эти вкусы, тогда оказывается, что вот этот ландшафт соединений, вот это вот, в этой проксимике, вот эти моменты соединений, это, ну, целая страна, да, то есть вот я могу это, что не просто у меня есть вот это вот слияние, да, такое-то, которое, и слияние-то бывает разное, да, бывает там из наркотехической травмы, да, бывает там, вот, из другой травмы и так далее, в общем, а бывает, да, такая чистый трансперсональный, не знаю, секс, да, вот, это тоже слияние, это все разные, это все формы слияния, как такой максимальный вид, вот, и, соответственно, вот ценить, смотреть, всматриваться в этой, ну, понятно, что важен сам контакт, в ощущениях, переживаниях этого, я могу чувствовать эту разницу, ценить эту разницу, обнимать эту разницу, быть вот в этом, тогда вот эта простая близость, оно не внятное, или вот просто я туда иду, оно отживаемое, оно становится очень, это такая обитаемая близость, вот, это один момент. Ну, конечно, просто эта внятность появляется из конкретности, ну, вот там, мы с тобой встречаемся, мы сейчас с тобой разговариваем, это не какой-то абстрактный там человек, это очень конкретный человек, там, Саша, мой друг, у нас вся эта история, вот она вот здесь прямо, если там я поворачиваюсь куда-то еще, я встречаюсь с чем-то еще, или с кем-то еще, там, чайник вот у меня, я к нему могу, всегда конкретность в этом есть. Ну, вот если мы говорим о больших, как-то вот, о больших группах, вот как даже уже такая группа, как у тебя, твой клуб, да, или вот этот тренинг, да, который там, тренинговая группа, которая у меня или которая у нас, вот, соответственно, вот там очень важный еще момент, что, да, нам важна вот эта вот, вот эта солидарити, да, то есть вот какое-то вот ощущение общности, но оно выстраивается, на мой взгляд, в том числе вокруг, ну, такое, ну, слово цель, но нужно его расшифровывать, нужно его переопределять, то есть что, на самом деле, в этом смысле цель, она отчасти определяет движение системы, вот, и в этом смысле очень важно понимать, зачем мы, зачем мы, вот это, зачем нам эта солидарность, что мы этой солидарны, для того, чтобы мы опираемся, эту почву находим, для чего, вот, вот что мы, ну, и опять мы здесь вращаемся к нашей любительной теме, а что мы вот за счет вот этого совместного, вот этого движения, что мы утверждаем в мире, да. Да, это важно, да, я вот сейчас тоже, ну, здесь просто вот этот свой пример, когда, собственно, война началась, ну, я как бы просто, ну, в первый же день я спросился, окей, а и мне как теперь, что для меня тут важно, да, вот, то есть понятно, что я там сразу, ну, внутренне сказал, это не о твоей нет, ну, это неправильная ситуация. Хорошо, я, этому я говорю нет, тогда вопрос, к чему я говорю, да, ну, вот, а что действительно, а что же для меня важно, именно что я собираюсь тут в этой ситуации теперь, в своей ситуации, живя вот там, где я живу, что для меня тут важно, ну, и там, опять же, пройдя определенный процесс такого исследования, это же не даст сразу, так раз я там, ага, вот, как вот, но я понял, что вот для меня как раз, ну, было вот довоенное сообщество мое, в моей жизни, не какое-то абстрактное сообщество, в моей жизни у меня были связи вот с украинцами, вот там, с россиянами, я ездил туда и сюда, распределяя себя между этими странами, ну, там, ездил еще куда-то, но вот эти страны, они как будто были такими для меня такими основными, куда я перемещался отсюда, вот, туда и сюда, прям, это было формально даже. Я ехал сначала в Украину на весенние тренинги, а потом летние тренинги в России. И в интернете понятно, что эти все связи, они там были. Я понимаю, что для меня важно... Опять же, я не знаю, насколько это у меня получится, но смысл моей дальнейшей жизни, не всей, но вот этой части ее, это как раз попробовать, постараться сохранить какие-то связи между украинцами и россиянами. Сделать все для этого возможно, что я там своим маленьким усилием могу. И вот, собственно, это как такая вот ниточка, которая проходит через собственно все эти вот мои встречи, а не про это. Вот как ты говоришь, это вот цель, ну там смысл, зачем? Это вот для этого. И люди это, ну кто-то. Опять же, потому что действительно сейчас и тема другим сложно друг с другом бывает. не бывает, а практически всегда сложно. Потому что вот там украинцы сидят, говорят, у меня даже там слово Москва как-то триггерит. Ну, в смысле, что вот она вот человек говорит Москва, и у нее все там, у нее уже там что-то сжимается внутри. Более того, тот человек, который говорит слово Москва, чувствует это. Сразу же тоже останавливает. А потом, значит, другая там вот Настя говорит, а нам, значит, вчера там прилетело пять ракет, да. А тут это в Сибири, значит, у нее там сжимается, потому что она, опять, вот это не может это пережить, так же, как Настя, и вот это там чувство вины и прочее. И как с этим быть? Ну, трудно с этим быть, конечно. И хочется, ну-ка, лучше вообще-то выйти отсюда и заняться своей жизнью, да. А у украинцев, а давайте вообще все русское там запретим, закроем там. И это, опять же, естественная реакция, закрыть это все. И язык, и вообще-то отменить этого мастера Маргариты, Булгакова. Все. Как бы это, опять, естественная реакция, закрыть там. Временно, невременно, неважно, вообще сейчас. И тогда получается, ну, для кого-то вот, для кого-то, так же, как для меня. Ну, раз они все там приходят ко мне. Значит, у нас есть эта реакция. Для кого-то эта ценность так же важна, как для меня. И поэтому они своим присутствием, они вот возвращаются, возвращаются. Своими присутствием они создают это пространство. Мы будем это делать, хотя нам трудно с этим. Ну, вот, собственно говоря, это тоже, вот, если говорить про тему сложности, это она есть, да. То есть, что понятно, что предыдущие модели, да, вот этой идентичности, что мы определяем своих, но так же очень легко определять своих через то, что через чужих, да, что вот мы не они, и вот они чужие и чуждые, немцы, да, немые, по-нашему не говорят, да, вот немые. Вот, ну, и так далее. Вот это вот. И вот это разделение, которое, ну, то есть, как раз война и травма, это разделение, в первую очередь. А вот если мы нейтральными, ставим стермы, вот эта разделенность. И противопостоять разделенности, да, можно только связанность, вот это вот проращивание. И в этом смысле у меня есть точно такая же задача. У меня есть конкретные действия в эту сторону. При этом тоже не все из них явные, да, то есть это не декларируемые вещи. Это еще, знаешь, такая тайная работа вот по восстановлению этой связанности, подпольные связи, гребницы. Вот, это один момент. И вот эта вот связанность, вот эта возможность резонировать, слышать, импотировать, насколько возможно находить вот ту возможную близость, которая есть с теми людьми, с которыми это возможно. А это тоже как вариант такой. Здесь для меня, конечно же, что ли, вот это расширение возможности сопереживать разным состоянием, разным историям. Это тоже, ну вот то, что развивает, что приходится развивать, нужно развивать. Вот. Это сложно. Это, ну как-то, оно завязано тем, что нужно очень хорошо еще уметь восстанавливаться после всего этого. И, ну вот и для меня лично еще есть такая, вот как я уже упоминал, вот эта цель, что, как бы напоминать, что свобода – это ценность. Свобода – это сложная ценность. Но иногда свобода – это самая главная ценность, которая у нас есть. Потому что без свободы мы перестаем быть теми, перестаем быть человечными. Становимся вот такими рабами, винтиками, частями системы без возможностей. И даже внутри, вот если мы говорим об этих идентичностях, если я слепился с одной какой-то своей маленькой частью, и я только это, то понятно, что это не свобода, потому что жизнь всегда шире, жизнь всегда глубже, больше, объемнее. И я, если я только это, и это, кстати же, ну как, почему свобода – это ценность? Ну, потому что свобода полезнее. Полезнее. Мне нравится этот ход. Ну да, ну потому что, если я вот это маленькое нечто, а жизнь такая большая, тут буду чувствовать себя потерянным, все время биться, а какие-то ее вот эти вот, то, что я не вижу просто, где я просто не могу, не умею с этим быть. Я все время с этим бьюсь. Это как я сейчас вот, часто привожу эту метафору, я просто сейчас живу в квартире, у меня впервые, ну вот, после долгого, где у меня были все окна только, значит, в каталог, в этом, в мансарде, то сейчас у меня окна, такие балконные, значит, двери и окна во всю стену, почти, ну вот, огромные. И они чистые. И я, значит, пару раз уже так чуть не прошел мимо, ну, через них. И я эту метафору, как бы, она просто настолько явная, и я думаю, что многие люди это делали вообще-то так вот, время от времени врезались в какие-нибудь двери, стекла. Да, я даже вспомнил вот такую историю. Я думаю, большинство может вспомнить. И вот, собственно, это про это, да, что есть нечто, чего я не вижу, не замечаю, просто в силу там своей зашористи, потому что это очень чистое, потому что это очень, очень вот для меня, для моего восприятия незаметное. Я иду сквозь, и я бьюсь об это лбом, я набиваю себе шишки, даже в строительстве мозга, может быть, если я иду быстро, а стекло твердое, или там пораниться могу. то есть жизнь таким образом нас ранит. То есть если я вот, потому что когда я в этой своей идентичности, это же еще и зашоренность, это вот как раз отсутствие определенной широты взгляда. Я как раз не могу просто что-то увидеть, будучи только в этом. Да. И поэтому, конечно, в принципе-то оно полезнее в целом, расширение идентичности. Хорошо. Да. То есть вот этот внимательный взгляд на идентичность, на разные ее аспекты, он как раз позволяет, расширяет вот это пространство свободы и пространство близости. Собственно говоря, мы можем так это и это определить, и как здесь должна быть наша реклама. То есть у нас есть, соответственно, вот этот курс, мы его решили сделать более доступным. Он пройдет неделю, да, то есть это вот, ну это как первый такой цикл, если мы поймем, что внутри группы, что да, нам нужно следующее, просто назначим еще один такой кусочек, вот, где можно будет вот на это внимательно посмотреть именно на себя, да, вот, как у вас конкретно это устроено в контексте группы, как бы это легче оборуживается, как у других, в контексте, когда мы видим, как у других это устроено, сверяемся. И вот через двигательные, медитативные, такие созерцательные и размышлятельные техники мы вот на это все посмотрим. В течение недели, соответственно, с 16 по 23 октября сего года, вот, и, да, есть уже, уже можно регистрироваться, вот, есть люди, которые перейдут. И у нас там такой план, что мы сделаем два, две воскресные встречи, там будет у нас и работа с движением, и разговорная практика, и медитативная, то есть мы соберем все какие-то разные инструменты туда, и посередине недели, какой-то день, я уже не помню, четверг, четверг, по-моему, там будет еще вечер, поговорим, ну, поговорим, обсудим, и плюс у нас будет между этими двумя воскресеньями в течение недели, там, чат, где мы будем еще письменно общаться, где будут небольшие задания для, там, повседневной жизни, ну, так мы это хотим сделать. Действительно, посмотреть вот такой, если мы сделаем небольшой такой модуль, который легче, может быть, действительно, как-то обнять, там, вниманием с действием и так далее, а потом как-то это расширять, то есть пойдем такими маленькими шагами к следующему. Ну, и я бы, вот у нас есть время еще и дальше, ну, как бы мы в любом случае с тобой встречаемся, но мне вот сегодняшний разговор понравился, в том числе и под запись, и то, что мы там, опять же, даем какие-то ответы, скорее тут задаем вопросы больше, но это возможность куда-то посмотреть в какую-то сторону определенным образом и начать про это думать, чувствовать и делать. Соответственно, я бы продолжил вот такие, может быть, с тобой еще несколько встреч таких сделать и потом, может быть, там вместе с другими участниками в смысле людей собрать, но имеет смысл, то есть у меня нет сейчас чувство завершенности, что мы вот тему закрыли, что мы не только Эту тему не нужно закрывать даже, не нужно закрывать, это ongoing process, да, то есть это неприязанное переопределение, ну, вот в условиях Криса оно так и должно быть, но вот эти моменты, когда мы можем взглянуть на это, осмыслить и уже из этого осмысления идти дальше, они должны, конечно. Хорошо, спасибо. Спасибо тебе. Да, у меня скоро клиентка, надеюсь, кто-то в будущем это уже слушает, спасибо всем, кто слушает. да, 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 всем спасибо, да, невидимым, несуществуемым еще слушателям, да, да, да. И вы можете найти ссылку на описание и регистрацию на страницу тренинга. Да, вот здесь прямо под видео. Да, все, пока. Пока. Продолжение следует...